А речь шла об этих милых существах. Коровы животные полезные. Что мы не понимаем что ли? И уж конечно все мы любим животных, но не настолько же. Наверное хозяйке этого рогатого мычащего стада непросто содержать их в городских условиях. Да и жителям города не всегда радостной встречи с ними в узких переулках. Рядом живете? Вот в этом доме живу. Вы наверное как-то имеете какое-то отношение? Вот здесь вот коровы около вашего дома. Вы как к этому относитесь? Нравится вам или нет? Мне и коровы не нравятся. Детям погулять негде. Боишься детей выпустить погулять. Ну а вот коровы, как они траву щиплют? Что вы об этом доме? Ну щипят и подщипят. Никому они не мешают в принципе? Конечно нет. Ну конечно не нравится, что там они нагадят, там дети гуляют. Это держит. Как вот к выголу коров здесь? Как вы относитесь? Нравится вам это или нет? Вот запах? Ну по идее это зона отдыха ведь. Очень часто нам приходится слышать сетование старушек о том, что гуляющие собачки портят окружающую среду. А коровы, они же больше собачек. И соответственно площадь загрязнения окружающей среды от них больше. Все мы знаем, что вы нужны, чтобы давать молоко. И интересно, какое же молоко у этих буренок? Если дышат, они выходными газами. Жьют растущую вдоль травку с большим содержанием пенца и других полезных и тяжелых металлов. Питаются прогнившими отходами на помой. А может быть их хозяйка-автолюбитель и экономя на бензине, как в известном мультфильме, заправляет свой запорожец парным молочком? А живет эта милая женщина в простом городском доме. И мы решили побеседовать с ее соседями о ней и о ее зверюшках. Можно вас отлечь на минуточку? Да, пожалуйста, слушаю вас. Мы интересуемся стадом коров, хозяйка которого как бы живет, по-моему, в вашем подъезде. Да, действительно, удивительно, что это кому-то еще интересно. А как вообще, не мешает ли вам это? По-моему, это мешает всему городу. Здоровенные быки разгуливают на свободе и чувствуют себя прекрасно. Лучше гораздо, чем мы себя чувствуем в этом доме. А именно вот вам-то как они мешают, эти коровы? Да вы знаете, куда ни пойдешь, везде грязь, и просто страшно, что тебя забодают. А вообще, вот в подъезде никаких неприятностей нет от хозяйки или от коров? Ну, конечно, она носит навоз этот на ногах, и запах. А в подвале это вообще ужас. Если вам это интересно, я вам это покажу. А вы пробовали обращаться, может быть, в какие-то инстанции? Может, как-то можно ее узаконить, где-то ей определить коровник? Пробовали, вы знаете, неоднократно. И обращались к санитарному врачу, и обещались в ПТО городского хозяйства. Не знаю, как это сейчас называется. Но в УСН и не там. Понимаете, главнее всех глава Злокоманова. Здесь у наших жильцов, у каждого из квартир, некоторые квартиры коммунальные, есть свои подвалы. Но подвалом пользоваться невозможно совершенно, потому что вы чувствуете, какой запах и какой вид. Сейчас мы пройдем дальше, там увидите. Слушай, вообще, хуже, чем в морге. Ой! Ой! Так, видишь, хоть коровку не было? Это корм для животных. Это рассадник мышей, крыс. Для того, чтобы этот комбикорм не своровали, здесь бродячие собаки живут и выводятся. Ну, то есть, вы понимаете, это я даже не знаю, какие это условия. Проживание и пользование вот этими подвалами совершенно невозможно. Совершенно. Я вас спрошу, если это увидят представители нашей администрации, может быть, они вспомнят о том, что в таких... Ой! Да, вот сейчас мы стоим и кругом просто побежали мыши. Вот угол темный. Конечно, ужас. А вот здесь на третьем этаже находятся окна квартиры девятой, в которой живет наша соседка. Она оттуда сбрасывает шланг и устраивает здесь водопой, откорм животных. Здесь же производится и забой животных без, так сказать, лишних разглагольствований. То есть, во дворе дети гуляют, смотрят? Ну, естественно, выстраиваются дети и наблюдают за картиной убийства. Собаки растаскивают части кожи, хвосты и так далее. В общем, впечатляющая картина, приходите. Спасибо за приглашение. Заводя домашних животных, давайте задумаемся, не будут ли они мешать людям, а люди им. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!